Всем привет! Привет! Добро пожаловать в Аблок на пару! Что-то как-то не так. У меня не хватает. И сегодня мы будем отвечать на вопросы. Мама изыскала вопросы. Там сегодня был абсолютно идиотский день. Мы должны были ехать на кладбище. Мы должны много чего делать. А Аню срочно вызвали на работу. Сказали, что быстро отпустят, но отпустили не скоро. Отпустили не скоро. Я её прождала. Но, конечно, потом мы обрадовались, что не поехали. Потому что там какой-то мороз нереальный. Ну, в общем, короче, всё можно посмотреть. Поэтому мы сегодня собрались ответить на вопросы. Да. И первый вопрос от Альбины Габитовой. Как вы относитесь к маскарадам? Имеет ли для вас маска какое-то сакраментальное значение? Я спокойно отношусь к маскарадам. Никакого значения для меня маска не имеет. Я не люблю маскарады. Мне маски не нравятся. Они меня очень пугают. Мне не нравится, когда люди скрывают своё лицо. И вот, что ты хотела сказать? Мне просто неудобно очень в масках. Потому что там ты дышишь, тебе становится жарко. Как-то неудобно. Она всё время соскальзывает, эта маска неудобно. Следующий вопрос от Аннас Бьюти Рум. Скажите, пожалуйста, а что это за красивое оранжевое здание в начале видео? Там, где большие красивые ёлочки с двух сторон от входа стоят. Это здание Моссовета. А-а-а! Да. Это было давно, но это здание Моссовета. Мы в каком-то видео говорили, что это... Я всё время это здание называю мэрией, а мама всё время говорит, нет, это не мэрия, это Моссовет. Там всё время тусуются куча всяких известностей. Около этих ёлочек всегда стоят наши... Охраннички. Правоохранительные органы. Охраннички. Вопрос от Алины Лаваренко. Господи. Мы все ждали. Из серии Optimals. Есть ли кремы, где написано, что он подходит для всех... А, в серии Optimals. Тут так написано, не поймёшь. Есть кремы, где написано, что он подходит для всех возрастов. Со скольки лет можно начинать пользоваться такими кремами? Обычно где-то лет с 18-19. Ну, очень часто... Ну да, написано для всех. Да, с 18-19 лет эти серии. Есть другие серии, которые для более раннего возраста подходят. Люда Сидоренко. Какие-то косметические вопросы, Паша. Подскажите, как... Так, пользуетесь ли вы чем-то из ухода за лицом из Ивроше? Нет. Нет. Я пользовалась одно время. Но это было очень-очень-очень давно. Кремы на меня вообще не произвели никакого впечатления. Хотя я пользовалась достаточно долго. Года два, наверное. И покупала, ну, самые дорогие такие. Там были и ампулы какие-то. Ну, абсолютно на меня не произвело никакого впечатления. Равно как и декоративная косметика и лаки. Мне совершенно не нравятся. Я как-то вот... Каждую линию косметическую... Вернее, фирму косметическую. Вот она у меня как бы... Я считаю, что в ней что-то одно такое хорошее, а другое покупать нельзя. Но мне в Ивроше единственное для лица очень-очень-очень нравится одна маска. Но на данный момент она неоправданно по цене получается. То есть там она совсем маленькая, в районе, я не помню... 30, по-моему, миллилитров. 30 или 50 миллилитров. Она, по-моему, совсем крошечная. А стоит она сейчас 450 рублей. Она, да, она очень хорошая, кожа прекрасная. Но я просто не вижу смысла её сейчас брать. Вопрос от Алекс Романовой. Каким тональным кремом пользуется Аня? Вот она сегодня такая у неё кожа прозрачная, красивая, сидит вся из себя. Я очень часто рассказываю про эти тональные... Это два тональных крема. Одновременно я их использую. Один для маскировки, потому что он с жёлтым подтоном. А другой, основной для лица, это Bourjois и Maybelline Better Skin. Вот такие две тональных основы. Но я о них весь год рассказывала, хоть и редко делала видео, но весь год рассказывала о них на своём канале. Вопрос от Надежды Платоновой. Если есть возможность, покажите, как у вас хранится косметика. Я уже снимала серьёзных несколько видео. Ищите. И я тоже не помню, даже, по-моему, на своём канале снимала. Да. Да, в первом новогоднем безуме. Но у нас ничего не изменилось. Ничего не изменилось. Мы не будем заново снимать. Изменится, снимем обязательно. Я даже снимала, как у меня хранится всё в гардеробе. Елена Лемшуева. Новогоднее безумие. Как красиво сказано. Кто автор этого названия? Не будем показывать пальцем, но это слонёнок. Я слонёнок. Она придумала это новогоднее безумие. Маленький ты мой. А как тебе пришло это в голову? Это я уже задаю вопрос. Ну, чтобы был более развернутый ответ. У нас кошка загуляла, орёт, ходит. А собака сегодня просто бешеная. Она у нас вообще не умеет кусаться. А сегодня так играешь, что кусает за руки. Я даже не помню. У американцев есть влогмас. Как Крисмас, только влогмас. А я подумала, что, так как я делала тогда видео каждый день в течение, по-моему, месяца. По-моему, месяца. Мне показалось, что новогоднее безумие будет как раз. Что это Новый год, и это безумно много видео и подарков. Я сделала альтернативное название «Новогодняя гонка». Но не пошла она. Почему я доскинула название великолепное. У вас у молодёжи это безумие, а у нас у взрослых это гонка. Правильно? Согласитесь? Я вон как гнала в декабре месяце. Аж устала. Вопросы от Алинки С. А кто у вас играет на фортепиано? Мама, но сейчас у нас расстроена фортепиано, поэтому никто не играет. Но мы тоже отвечали на этот вопрос. Да. Ольга Малиновская задаёт вопрос. Анна, к вам вопрос. По поводу четырёх цветных теней Джордани Голда Терри Флейм. Как-то в видео вы их тестировали с базой, и как они без базы? Стою перед выбором, покупать или нет. Ну, наверное, вы уже выбрали покупать их или нет, но без базы они не такие яркие и не настолько долго держатся. По крайней мере, у меня на веках, у меня достаточно жирные веки. Но они не такие яркие без базы и не так долго держатся. У меня на них и любви оказалось. Юлия Серёгина говорит, освещение супер, чем пользуетесь, если не секрет? Мы снимали уже, чем пользуемся. Если это освещение, то мама поставила новые лампочки дневного света. Ну, не дневного, они... Холодного света. Как они называются? А, это энергосберегающие лампочки. Энергосберегающие лампочки. Но дело даже не в этом, потому что энергосберегающие, они тоже бывают с жёлтым цветом. Но это вот дневной свет. Я на них посмотрела, и мне сразу плохо стало. А основной свет, который профессиональный, я вам снимала буквально недавно, две недели назад, по-моему. Ну, когда мы ёлку снимали, там, во время новогоднего безумия. Светлана Гурман спрашивает, вы помните, над какой книгой или фильмом вы впервые заплакали? Мне кажется, я впервые заплакала, либо Бэмби я смотрела, либо Маленькие ножки. Мне так кажется. А книга... Я не так много книг трогала. Потому что книги какие-то мне всегда в детстве казались неэмоциональными, но... Я даже не помню, честно. Вот про книгу я не помню. Вы не поверите, фильм, я знаю точно, фильм, в котором я первый раз заплакала. Заплакала я не от жалости, не от каких-то чувств, я от страха заплакала. Это был не мой фильм, назывался он «Мисс Мэнд», по-моему. Мама меня почему-то попёрла на этот фильм, не знаю. Ну, он чёрно-белый, немой, все там бегают. И, в общем, там какой-то дядька тонул в болоте. И мне так страшно стало. И вот я помню, что я заплакала. Это был ужас какой-то. А книга «Хижина дяди Тома», я её тоже до конца не дочитала. Я сказала маме, что всё, выбрасывай эту книжку, я её читать дальше не буду. Прорыдала, и всё. Напишите, пожалуйста, что у вас было первое. И Стелла Ком, видимо, про эту тетрадочку задала вопрос, что это такое. Это дневник? Нет, это не дневник, это мой ежедневник. Ну и наши благодарности. Я сегодня благодарна, что я всё-таки сходила на собрание на работу. И после этого чуть-чуть поспала, потому что до собрания я спала всего два с половиной часа. И ещё я благодарна, но это, правда, ещё не случилось. Но я сегодня дочитаю книжку и узнаю, кто там, наконец, убил кого. Там дальше будет вопрос как раз про эту книжку. Да. Ну, в общем, я очень уже... И начнёт читать ту, как раз которую я ей подарила Шелкопряда. Да. Но я очень жду окончания. Очень жду окончания. Я сегодня благодарна за то, что, может быть, более обстоятельств. Мы вот не пошли в мороз, в холод, отсиделись дома. И у нас впереди самых три, по-моему, да, морозных дня и ночи. Два. Два даже, да? А потом всё пойдёт на потепление. Вообще будет всё хорошо. Уже пошло всё на прибавление дня, теперь пойдёт на потепление. Уже всё будет хорошо. Да. Ну, на этой оптимистической ноте мы с вами увидимся обязательно завтра. Обнимаем вас крепко-крепко-крепко-крепко-крепко. И желаем вам доброго утра. Счастливого дня. И спокойной ночи. Это я у меня покрасилась от браслетиков. Вот. Пока-пока. Пока-пока.